Я постараюсь подвести, так сказать, нашу дискуссию, наше начало общения к тому, как уже аутсорсинг используется, от того, как приходят к тому, чтобы начинать аутсорсинг. Два слайда о банке, в принципе, банк Дельта Кредит, это часть группы Систель-Женераль в России с Росбанком, с Росфинансбанком, это ипотечный банк, достаточно крупный, в топ-50 входит, и, соответственно, как раз-таки та ситуация, когда зрелость достаточно для того, чтобы желать серьезного уровня информационной безопасности, и корпоративные стандарты, они тоже достаточно высоки, но при этом мы все-таки не такие большие, чтобы позволять себе все сервисы ИБ полностью строить у себя. И это такая, в какой-то мере, идеальная среда для того, чтобы аутсорсинг ИБ реализовывать. Да, там 40 регионов, региональный банк в регионах представлен, и порядка 900 человек у нас в банке работают. Смотрите, я на самом деле думал об этой презентации и спросил сам себя, как я воспринимаю аутсорсинг, потому что где-то у меня внутри есть какое-то, наверное, как у каждого безопасника, неприятие, да, того, что где-то кто-то что-то делает за меня, и я теряю какой-то контроль. Поэтому я сузил организацию банк, крупную организацию до самого себя. Вот давайте представим себе, что я сам это банк. В каком случае я буду отдавать кому-то на сторону какие-то свои задачи? И я понял, что это очень простой вопрос, потому что каждый руководитель, который так или иначе выполняет какие-то задачи, с этим сталкивается, и это называется другим словом немножко, называется словом делегирование. Мы все делегируем какие-то задачи другим людям, и все вопросы, которые касаются так или иначе аутсорсинга, они точно так же относятся к каждому из нас, как к руководителю, когда мы работаем с другими подразделениями, либо с своими подчиненными. И почему мы делегируем? Все очень просто, да, то есть почему я лично делегирую какие-то задачи? Первое – это ресурсы. Я один не могу сделать все, соответственно, мне нужны какие-то другие, чужие руки, которые помогут мне сделать больше. Второй момент – это компетенции. Я один не могу знать всего, быть техническим экспертом, быть каким угодно другим, и, соответственно, мне нужны другие люди для того, чтобы помогать компетенции. Третий момент – это гибкость и масштабируемость. То есть когда мне или моему подразделению необходимо решить какую-то крупную задачу, я в одиночку не смогу быстро распараллелиться, мультиплицироваться и так далее, поэтому мне нужно будет с кем-то сотрудничать. Следующий момент – перенос рисков. Ну, это такая достаточно забавная вещь. Значит, в каких-то случаях, каждый руководитель, наверное, знает, да, проще какую-то задачу не брать, а скинуть ее на какое-то другое подразделение, и оно замечательно будет отдуваться, если задача достаточно сложна или рискованна, да, поэтому можно сделать перенос рисков. Экономия, естественно, вопрос экономии, потому что кто-то другой сделать это быстрее, или время какого-то другого человека стоит дешевле, и, соответственно, лень. Это такой тоже момент, который есть у каждого человека, если тебе не хочется ввязываться в большую-большую историю о том, чтобы, ну, если уже переходить к аутсорсингу, да, строить достаточно серьезный большой процесс и так далее, ты можешь взять и не волноваться особо и купить этот сервис построенный. Поэтому вот все эти вопросы, они касаются конкретно каждого из нас, когда мы делегируем, и все те же причины возникают при аутсорсинге. Такой небольшой взгляд с точки зрения рисков и минусов, так же я посидел, подумал, относительно того, вот о чем начал говорить Игорь, да, то есть аутсорсинга немножко бояться, да, правильно бояться, потому что есть, естественно, и качество услуг, которые ты не можешь гарантировать, особенно на старте сотрудничества. Есть зависимость, все мы боимся этой зависимости, и относительно того, что в какой-то момент партнер может подвести, и относительно того, что, в принципе, ну, скажем так, есть ситуация, когда партнер начнет диктовать какие-то свои условия, да. Останется только один здесь вопрос того, что, опять же, зачастую аутсорсинг рассматривается с точки зрения кост-каттинга или просто оптимизации, скажем так, человеческих ресурсов, поэтому многие руководители понимают прекрасно, что сегодня будет аутсорсинг, а завтра половину команды уберут. Отсутствие прямого контроля здесь комментировать не буду, бизнес-континьюить тоже не буду. А какие-то ситуации, когда я лично сталкиваюсь с аутсорсингом, также выливались в то, что контроль того, чтобы качественно выполнялась работа или введение уважаемых коллег, которые нам помогают в наш контекст, занимает чуть ли не больше времени, чем самим это сделать. И такое также бывает, и также это ситуация, которая является рискованной. Желтым цветом, более таким, я выделил два момента, которые очень характерны именно для аутсорсинга и бэк. Первый – это compliance. Да, мы все знаем о том, что у нас есть требования, которые мы должны выполнять, и с точки зрения банка, и какие-то вещи мы просто не можем делегировать. И доверие. Доверие – это самое важное, потому что мы говорим о безопасности, мы говорим об очень серьезных рисках, и, соответственно, здесь доверие к партнеру должно быть максимальным. Также есть риск рост затрат после того, как мы подсадимся на этот сервис, то есть первый, второй, третий год, а на пятый год нам выставляют такой оценник, что, в принципе, лучше мы не начинали, а мы уже плотно на этом сидим. И вопрос того вообще, каким образом это является кост-кассингом, если прослойка существует, она какую-то добавочную свою маржу имеет, и как вообще получается так, что экономика срабатывает. Ну и последний момент, который здесь есть, это непроиздачное образование и оценок. Зачастую не очень понятно, когда ты внутри это сам делаешь, ты видишь, какие ресурсы ты тратишь. Когда ты работаешь с партнером, это какая-то его оценка, и тебе приходится здесь доверять. Соответственно, эти риски и минусы существуют, и есть, наверное, какие-то вопросы минимизации этих рисков. То есть, опять же, во-первых, нужно на аутсорсинг, с моей точки зрения, начинать именно аутсорсинг инфрационной безопасности с тем партнером, с которым вы долго, более-менее долго взаимодействуете, или хотя бы на каких-то проектах поработали, чтобы вы понимали команду, понимали своих конкретных виз-за-виз с той стороны, да, и видели, что они могут хороший сервис предоставлять. Следующий момент – это пилотирование референсов. Обязательно нужно пилотировать сервис с нашей точки зрения, ходить на какие-то референсы, смотреть и так далее. Know your partner, да. Соответственно, здесь важно построить прозрачные, юридически оформленные взаимоотношения, да, то есть, какие-то SLA зафиксированы, возможно, какие-то штрафы, и регулярно переоценивать целесообразность этого аутсорсинга. Не так, что мы один раз вот на эту дорожку вступили, если через три года это нецелесообразно экономически, это нужно пересматривать, в том числе и партнеры, и так далее. Важный момент у центра про выгоду и прибыльность для обеих сторон. Опять же, не нужно делать ошибку, когда партнера, скажем так, максимально продавливаешь до такой степени, что ему становится самому, невыгодно предоставлять им качественный сервис. И в этой ситуации, потом оба партнера в этой ситуации станут заложниками ситуации, потому что недостаточно, скажем так, прибыльности для партнера для того, чтобы давать вам качество, да, и в этом случае падение качества принесет к обоюдному недовольству. Должен быть контроль. Контроль – это все, что угодно, начиная от того, как вы аудируете, посещаете площадку партнера, смотрите их документы, максимально с ними общаетесь, где-то, скажем так, анализируете деятельность партнера и так далее. Фиксация цены правил пересмотра. Также важный момент, который закрывает тот риск, про который я говорил. Нужно уже на берегу договариваться о долгосрочных отношениях, о том, какие будут цены, как мы будем пересматривать их в случае, если какой-то из сторон это понадобится. Должен быть бэкап. Мы всегда должны понимать, что партнер сегодня-завтра по каким-то причинам может перестать предоставлять нам сервис. И в этом случае та самая зависимость и сработает. Поэтому мы изначально должны либо определять бэкапного партнера, либо мы должны развивать параллельно внутренние компетенции, которые подхватят критически важную задачу, когда будет необходимо. И, наконец, оценка с точки зрения комплайенса. Ну, как, собственно, все мы знаем, наш регулятор сейчас активно регламентирует, скажем так, зону аутсорсинга ИБ. И в этом случае, естественно, нужно смотреть на те рекомендации, те требования и нормативные акты, которые относятся к тем сервисам, которые мы пытаемся аутсорсить. Суммарно это все выливается в некое разумное делегирование с постоянным контролем риска. Когда я начал об этом думать, опять же, для своего банка, я вдруг понял, что, оказывается, мы не начали этого пути, оказывается, мы реально аутсорсим ИБ. И даже сходу накидал несколько ситуаций, в которых мы действительно, ну, с точки зрения определения аутсорсинга, то есть, когда нам партнер предоставляет какой-то сервис, который мы могли бы обеспечивать сами, мы часть сервисов в области ИБ аутсорсим. И я здесь не зря вот чашку кофе привел, потому что у нас с вами утро, и, в принципе, какой-то такой визуальный образ, я надеюсь, сработает. Для тех, кого кофе не будет, в принципе, есть еще один визуальный образ, который также многих поднимает настроение. Соответственно, да, кофе для работников отдела, ну, это такая полушуточный момент, но, тем не менее, мы действительно не сами утром идем готовить себе кофе, а идем его покупаем, качественный, хороший, и это тоже сервис. То есть, металлогический консалтинг, аудиты, оценки рисков, на самом деле, любое внедрение силами интегратора в какой-то мере аутсорсинг. Мы не смотрим на это с такой точки зрения, но, действительно, мы, если у нас там по какой-то причине, какое-то решение нецелесообразно внедрять силами интегратора, мы его внедряем сами. Мы обучим людей, люди как-то там набьют шишки, если мы, в принципе, сами что-то внедрят, и будет достаточно хорошо, в том числе поддержка. Выпуск сертификатов, если это нецелесообразно на объемах у себя поднимать, материалы мероприятий по повышению осведомленности, подбор кадров, любые банки данных, айоки и так далее. Здесь целый ряд моментов, которые, на самом деле, любой банк, сам того, может быть, не осознавая, уже занимается в сурсинге ММБ. И тот момент, который мы к этому хотим добавить, я плавно к этому перейду, это Security Operations Center, в принципе, это то, о чем, наверное, будут говорить коллеги в том числе. Это та потребность, которая у нас сейчас есть. Я вкратце расскажу про этот момент. В банке, на самом деле, необходимость строить собственный СИЭМ и где-то получать сервис ОКО возникла достаточно недавно, это где-то, наверное, полтора года назад, и начинался на централизации логов. И первый этап, который мы делали, это понимать для себя, что у нас есть процесс, нам его надо реализовать. И мы, в принципе, на первом этапе занимались тем, чтобы централизовать, определить общие стандарты и все собрать в одну какую-то базу. Да, соответственно, можно сделать какой-нибудь СИСЛОГ-сервер на коленке, можно сделать какое-то интерпрайзное решение, мы выбрали второе. Но, тем не менее, первый этап мы, естественно, прошли сами. И каждая организация должна пройти этот этап сама, если занимается подготовкой к внешнему СОКО, это определить, какие у вас есть источники, какие у вас есть логики, какие у вас есть правила сбора и стандарты. И, соответственно, это все централизованно собирать. Для того, чтобы понимать, что у вас внутри. Никакой партнер не придет вам, он не расскажет, и не построит систему централизации логов у вас внутри, либо на конечных источниках. Поэтому первый этап, он всегда свой. Это не вопрос ассорсинга. В моем видении, как год назад, как это было, мы предполагали, что когда мы закончим первый этап, мы перейдем к, в принципе, некому коробочному ассорсингу СОКО. И мы предполагали, что мы подключимся к некому партнеру, он нам предоставит и техническое решение, и, соответственно, сервис. Но в процессе работы по этому направлению у нас некое трансформировалось с точки зрения, потому что с точки зрения информационной безопасности есть те логи, которые мы хотим передавать партнеру, есть те логи, которые не хотим, но при этом или не можем по каким-то нормативным требованиям. И в этой ситуации правильно иметь, с нашей точки зрения, правильно иметь возможность проанализировать какой-то объем логов на своей стороне, и не только передать их партнеру. Также это вопрос еще целесообразности с точки зрения финансовых условий партнерства, потому что так или иначе любой внешний СОК работает по принципу ширины канала в том числе. И если мы какую-то часть логов отработаем у себя, то мы, соответственно, меньше передавать будем партнеру, и в этом случае для нас это будет эффективнее с точки зрения отдачи на какой-то один гигабайт переданных логов. Соответственно, и мы пришли к тому, что мы построим у себя собственную CM, несмотря на то, что это получается некое двойное инвестирование, но тем не менее, мы построим у себя свою собственную CM, и будет три варианта прохождения логов. То есть у нас логи собираются. Первый вариант – это когда логи приходят к нам, и эти логи нам по какой-то причине внутри не нужны, но партнеру для его корреляционных правил они нужны. Тогда мы просто насквозь через наш форвардер пропустим это к партнеру. Это первый сценарий. Второй сценарий – когда логи нужны нам для наших корреляционных правил, для наших каких-то целей и партнеру. В этом случае они придут на форвардер, они отиндексируются у нас, останутся у нас, прокоррелируются и так далее, и они же дальше будут протранслированы партнеру. И третий случай, когда они пришли к нам, но по каким-то причинам, например, банковская тайна или что-то еще, мы их партнеру не передаем и сами у себя анализируем. И таким образом сложилась некая концепция, соответственно, в которой есть место внешнему соку, который предоставляет нам сервис на то, что мы передаем вовне. При этом мы поняли, что самое главное, что нам нужно от внешнего сервиса – это люди. 24 на 7 – те самые смены, про которые говорил Игорь, потому что строить у себя внутри – это экономически менее целесообразно. И компетенция этих людей, потому что вырастет достаточно большую команду, обучить их, построить процесс – это сложная задача для среднего банка, не такая уж и простая. На третьем этапе – это тот этап, мы сейчас на втором этапе находимся, тот этап, который впереди, естественно, все это выводит на инцидент-респонс в каком-то виде, когда есть некие потоки данных, то есть из сервис-деска приходят инциденты, которые касаются информационной безопасности, уходят в инцидент-респонс, из нашей СИЭМ уходят, и из нашей СИЭМ логи, переданные в СОК, также от СОКа мы получаем и инциденты, и, соответственно, обработка. Завершу я, наверное, здесь таким слайдом, достаточно забавно с точки зрения посыла, то, что мы сейчас действительно ищем партнера, и мы пообщались с определенным количеством партнеров на рынке, мы общаемся в том числе и с Игорем, на предмет того, какой сервис мог бы в данном случае нас удовлетворить, и у нас есть своеобразные такие ограничения, которые мы, я пытался на этом слайде вывести, и они показывают, что сейчас партнера, который под ключ может давать нам сервис, который нам нужен, нет. Это все равно компромисс, это поиск чего-то еще, то есть несмотря на то, что у нас есть провайдеры, которые начали предоставлять этот сервис раз, у нас есть коробочный коммерческий достаточно серьезный СОК, это два, при этом мы сейчас под наши требования прям идеального варианта найти, наверное, не можем, и это тоже вопрос к рынку, да, некий запрос, потому что я надеюсь на то, что не мы единственные идем по этому пути. Наша ситуация такова, что да, у нас есть СИЭМ, то есть техническое решение нам в принципе не столь необходимо, да, но это конкретный СИЭМ, и мы хотим его развивать и использовать. Это означает, что мы не будем дублировать потоки, это означает, что мы не будем ставить у себя какие-то дублирующие системы и так далее, мы хотим, чтобы через нашу СИЭМ дальше шли во внешний СОК непосредственно данные. Второй момент, то что нам нужен гибкий подход, и мы эволюционируем с точки зрения сервиса. То есть тот момент, когда мы начинаем этот путь вместе с партнером, это одна ситуация, через год мы придем к чему-то другому, и нам хочется партнера, который имеет гибкий подход, он сможет точно с нами смотреть на те кусочки сервиса, на те кусочки пазла, которые нам необходимы и целесообразны, и при этом принимать то, что какие-то вещи нам логичнее и целесообразнее делать сами. Такая гибридная модель, да, ну, соответственно, я говорил и про компетенции, и про людей и так далее. И еще один момент, что мы ориентируемся, как, в принципе, часть европейской крупной финансовой группы, на максимально прозрачные, но общепринятые best practices, в том числе европейские стандарты, и для нас важен уровень и качество сервиса. Поэтому, скажем так, набивать шишки вместе с партнером, который только-только устроит у себя какой-то сервис, нам тоже сложно, потому что мы хотим сервис высокого уровня, ну, как и мы, как и наш менеджмент, да. Соответственно, есть вопрос, естественно, бюджетирования, и здесь главный посыл, он, естественно, то, что это должно быть целесообразным, то есть не превышать затраты на поддержание, собственно, такого сока. И, соответственно, какое-то разделение инвестиций, если необходимо для нашего партнерства, то есть если партнеру необходимо что-то доработать, то в этом случае мы разделяем инвестиции, они все под ключ делаем за наш счет. И, соответственно, прозрачность ценообразования и, опять же, оценки ресурсов и затраты. Последний момент тоже очевиден, да, это контроль-управляемость ресурсов, SLA и все остальное, комплайнс-конфинциальность с точки зрения требований и честное долговременное сотрудничество. В принципе, все.